всем привет я талян дистрофан номер 1 на руси блин я реально такой худой короче вот у меня такая физиология вот поэтому я теперь буду дистрофан номер 1 а чё складно получается талян дистрофан номер 1 как песня такая вот и сейчас мы будем чё я песню такую сочинил да талян дистрофан номер 1 йоп-йоп талян дистрофан короче песня у нас вот и мы сейчас будем говорить о музыке мы будем говорить об одной из групп я бы не сказал что что я это одна из моих любимых групп мне у них нравятся некоторые альбомы то есть не все прям уж так вот но те альбомы которые мне у них нравится я уже реально обожаю прям вот очень сильно они очень много для меня значит очень много в моей жизни с ними связано эта группа breaking benjamin у них недавно вышел новый альбом и мы о нем тоже поговорим вот так что будем говорить о музыке талян дистрофан набуа будет говорить о музыке йоу ла 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 короче вот этого видео мне написал один мой подписчик он написал мне в твиттере на last fm мне написал спросил когда будет видео это был недавно совсем и в принципе я хотел как вот у меня был какой план типа каждый раз когда какая-то группа который я жду выпускать новый альбом его слушать и когда уже об этом альбоме у меня сформируется определенное мнение записывать видео рассказывать как раз о группе о всех остальных альбомах и рассказывать про этот альбом тоже вот но тем не менее я эту штуку эту тему как-то ей не занимался про некоторые группы я рассказывал еще на прошлой квартире да но как-то забил на эту тему вот тем не менее в этом году не только у брэкин бенджамин уже вышли альбомы не только у этой группы вот но я про них тоже как нибудь расскажу про другие группы например папа руч а про папа руч я рассказывал про all the three mains fit her to the sharks вот потом еще другие группы выйдет альбом вот то есть ну давайте ладно еще и как обычно долго болтаю давайте сразу дело перейдем значит про брэкинг бенджами значит у меня сразу скажу у меня на лицензии то есть у меня официально есть только вот последний альбом dark before down так у меня в принципе нет ни одного диска их него то есть а я говорю группа особо-то моя любимая не считается мне у них только некоторые альбомы нравятся дальше давайте я расскажу как я познакомился с группой с чего я начинал какие треки самые любимые какие альбомы там все такое вот то есть все по порядку и про новый альбом тоже скажем потому что новый альбом очень классный получился вот у меня звук там записывается то зря только говорю короче да ну значит это было году в 2003-2004 я тогда слушал радио и была такая хорошая муха китай радио ультра было и я часто слушал ее это радио и вдруг я как-то слышал песня такая классная играет я думаю нифига классная какая песня и когда она закончилась диджея произнес название группы я как-то первый раз его не запомнил он что сказал это была группа бога да да я думаю странно что это за группа как-нибудь еще эта песня прозвучит я повнимательнее послушаю и уже тогда дальше тут ну чё это за группа да вот то есть он сказал это была группа брэкин бенджамин а я как-то то есть я не понял что я сейчас просто выключу да чтоб не так ярко было мне что-то просто я说 рядом с телевизором сижу меня очень на глазах давит вот так в темноте посижу немного вот короче то есть он сказал это было группе брэкин бенджамин а я первый раз уже услышал я как-то не расслышал что это такое Но потом через какое-то время Я опять же слушаю и слушаю радио Это был 2003-2004 год, не помню А это была песня Diary of Jane Одна из моих самых любимых песен Это первая песня была, которую я услышал Опять же Эта песня играет Я думаю, о, опять та же самая песня Надо повнимательнее послушать Послушать Но по-моему, второй раз, когда эта песня прошла То есть они по-разному Они не каждый раз после песни То есть они иногда Перед песней говорят, что будут сейчас играть Иногда после песни Но второй раз, когда эта песня проиграла Я думал, сейчас в конце песни он скажет Опять, что это была за группа Но там не сказали То есть песня закончилась и пошла сразу другая песня Другого исполнителя Я думаю, блин, твою мать, не сказал, что это за песня То есть Блин, второй раз опять не знаю Что это за группа Я забил, короче, на нее Ладно, забил, все Потом прошло несколько Прошло несколько лет даже И я как-то вдруг Я точно сейчас не помню, возможно еще что-то было Я какую-то еще вроде песню слышал как-то Вот И как-то, в общем, короче, я Время какое-то шло И я то ли в интернете, то ли опять же на радио ультра Я какую-то новость А это на радио ультра вроде было Короче, я точно не помню, это давно очень было Короче, какая-то новость там была И там был отрывок из этой песни И во время этой новости говорили, что это группа Breaking Benjamin По-моему, тогда был период, когда у Бена там какие-то проблемы были Ну, Бен, то есть вокалист, да, создатели группы У него были какие-то там проблемы, что ли, не знаю То ли в семье, что ли еще что-то Не помню, короче, вот И я читал, ну, слышал какую-то новость И это название Breaking Benjamin То есть я уже твердо А, это та песня, которую я там когда-то слышал Да, вот что это за группа была Breaking Benjamin, вот Но у меня тогда, по-моему, не было еще компьютера Не было интернета Вот, то есть я так слушал радио Потом покупал диски, ходил там к метро Вот, ну, я диск так их не купил То есть я понял, что это была за группа Название какое было, да Но опять же, как я Опять же, буду сидеть целыми днями радио Слушать, чтобы услышать какую-то еще песню Нет, я опять забил, вот То есть у меня было как бы два периода Первый период, когда я послушал песню Но я название группы не понимал, да, не знал Второй период, когда я узнал, что это за группа была Ну, опять же, как бы особо не увлекался ими, вот Потом, значит, был 2009 год Когда вот у них Dear Egane альбом вышел И это был первый альбом, с которым я начинал знакомство И это мой самый любимый альбом до сих пор их Dear Egane В 2009 году, по-моему, он вышел Короче, я Тогда играл на PSP, была игра Third Birthday Это вот Parasite Eve в серии игр есть А Third Birthday это типа спин-офф Это не третья часть, а спин-офф Вот, а я очень люблю Parasite Eve Вот, одна из моих любимых игр вообще Особенно вторая часть, вот И я специально PSP купил ради вот этой Third Birthday Я в нее играл И как-то я на Ютьюбе Чисто случайно, абсолютно случайно Наткнулся На клип, сделали фанаты Там была нарезка Видео из этой игры Third Birthday Под песню Dear Egane Как раз Breaking Benjamin Вот А там такая В игре там такой Такое Есть одно такое грустное событие происходит И как раз вот этот вот клип Который сделали фанаты Как раз вот про вот это вот Можно сказать, это как Нарезка кадров из игры Как раз под вот эту песню Dear Egane А сама песня, она очень грустная Очень такая Она вот очень такая Сильная такая песня И Такой грустный момент Там в игре Вот Происходит И нарезка То есть Совнести ее Очень идеально Короче Очень идеально Налеглась вот эта песня Вот этот клип Я посмотрел И меня реально тронуло Прям До глубины души Это вот Первый раз Я когда услышал эту песню Ди Рейгани И я стал читать комментарии И там чувак пишет Который делал вот это видео Он говорит Извините Если Слишком депрессивно Слишком грустно Извините Если Слишком уж Сильно Да Это на вас повлияло А реально было Это очень То есть Реально Вот знаете Бывает иногда Когда делают Вот Видеомонтаж То есть Накладывают Колоры с видео На кадры с музыкой И получается Прям идеально Вот в этом случае Это было идеально То есть И само видео И вот этот грустный момент В игре Да Потому что ты очень Соберезываешь персонажем Вот То есть ты как бы Одна из любимых игр Да Это как бы спин-офф И ты тоже Полностью втягиваешься в сюжет Очень переживаешь за персонажей Вот То есть Как будто фильм смотришь Да И там играет Вот эта песня То есть Это вдвойне Как бы накладывается Вот И меня тронуло Просто для глубины души Это Вот И я Собственно Вот с этого Все началось Основное То есть Я сразу вспомнил Ой Это я вот эту группу Слышал Да На радио ультра Мне тогда песня Очень понравилась То есть Тогда мне песня Понравилась С первого раза Которую я тогда По радио услышал Это была песня Дайри оф джен Как я потом узнал Да Вот И сейчас Вот это Дир эгони Спустя столько лет То есть это То был 2004 год А это уже 2009 Я думаю Столько лет прошло Очередную песню Они выпустили новую Опять же С первого раза Слышу Мне очень нравится Думаю Надо Надо поинтересоваться Этой группой То есть Можно сказать Второй раз Слышу песню С первого раза И мне очень Она трогает Прям очень сильно Нужно Заинтересоваться Этой группой И вот я полез В интернет Скачал этот альбом Дир эгони Все С первого раза Я практически Все песни там полюбил Меня они Очень тронули Реально Прям Ну не знаю Как объяснить То есть Как еще объяснить То есть Самый первый мой альбом Самый любимый Практически все песни люблю Просто обожаю Просто их Вот реально Вот не знаю Вот просто Очень-очень Не очень сильно Очень мне нравится Очень все Дир эгони Самая любимая вообще песня Вот я вот Начал Послушать этот альбом Мне он очень понравился Потом я его много-много Расслушал То есть вот С этого и началось Основное мое увлечение Как группой Да И Значит Как раз Вот я в это время Проходил вот эту игру Второй бездой Да Играл в нее Я ее проходил Много-много раз Как и паразит И вторую часть Я ее более 30 раз прошел Вот Но трет бездой Я поменьше проходил Раз 10 Два Раз 10-12 Вот Ну тоже И вот я каждый раз Когда в нее играл То есть у меня Как бы получилось то Что у меня Вот этот вот альбом Дир эгони У меня как раз Ассоциируется с этой игрой Трет бездой Потому что Этот момент я его слушал В этот момент я играл В игру В этот момент в жизни Да То есть у меня получился Этот альбом Он как бы Как саундтрек Вот эта песня одна К этому моменту Грустному Да В игре Который происходит Ну и вот Как саундтрек К игре То есть получается У меня Вот этот альбом Дир эгони Вот И я конечно же Стал Привеслушать Мне интересно Я увлекся группой И очень тронул меня Альбом Просто буквально До слез меня Вот очень Прямо Не знаю как это еще Объяснить Я конечно же Стал слушать Другие альбомы Вот Но мне не все Альбомы понравились То есть вот Мне у них нравится Вот у них сейчас Вот последний альбом Вышел Dark Before Down Очень нравится Потом Дир эгони Потом у них есть альбом Фобия Тоже Очень сильно мне нравится Дальше у них есть альбом Вот я сейчас открою Чтоб ничего не забыть Вот Дир эгони Самый любимый Потом вот этот новый Сейчас вышел Dark Before Down В 2015 году We Are Not Alone Тоже достаточно нравится Ну сейчас по трек-листу Пройдусь И расскажу Да Тоже достаточно нравится Но я бы сказал то что Как-то 60 на 40 Он мне То есть Фобия Дир эгони И Dark Before Down Мне нравятся На все 100% Шикарный альбом Мои самые любимые Но We Are Not Alone Как-то не очень Да Вот И Предыдущий альбом У них есть Так У них Saturate По-моему Saturate Да Вот этот альбом Вот Как-то не особо Тоже Вот То есть я вот Переслушал остальные альбомы То есть я их послушал Как бы в порядке То есть Сначала вот у меня был Дир эгони Потом Фобия Это предыдущий альбом Потом Как только послушал Фобию Следующий альбом Как предыдущий То есть я как бы Обратно шел По хронологии Обратно Вот И опять же Я когда начал слушать Фобию Ну там Diary of Jam Вот эта тема Я думаю Блин Офигенная тема То есть Вот я послушал Фобию И думаю Блин Второй подряд альбом Слушаю И мне реально Очень нравится Думаю Нифига себе Какая группа Все-таки офигенная Думаю Блин Суперская Просто опять же Практически все песни Из Фобии Мне просто нравится Очень сильно Просто Очень обожаю Все Дафиг Блин Блин Думаю Шикарная Какая группа Послушал Фобию Опять же Несколько раз Прогнал Там И плюс The Diary Мне проглазал Слушать Потом Предыдущий альбом Откатываемся назад We are not alone Но он мне как-то Не очень То есть 60 на 40 60% нравится 40% не очень Я бы даже сказал Не 60 на 40 70 на 30 То есть Там некоторые песни Мне нравятся Некоторые не особо Вот То есть Я его послушал Как-то не очень Думаю Ну ладно Не может У группы Все альбомы Прям такие уж Прям офигенские Прям реально Классные Да Потом послушал Опять же Первый Saturate Вот И он меньше всех Мне понравился Вот Я думаю Так Значит Получается Этот первый альбом Их Мне меньше всех понравился Но дальше Чем дальше Дальше они играли Тем больше У них Тем лиричнее У них песни Тем Они больше Душевные Такие Больше Они на душу Ложатся Больше Они такие Специфические Да Такие Более лиричные Такие В некоторых местах Более спокойные Но есть немного Агрессивные Такие Да То есть У них уже Сформировался Свой такой Саунд И вот этот Новый альбом Dark Before Down Это как раз тоже Продолжение Вот Фобия Дирайвини Потом вот этот Тоже То есть 10 из 10 Тоже Очень классный альбом Вот То есть Я так вот Примерно Если так сказать То что Мне не очень нравится С чего группа начинала Но мне нравится Во что они превратились Да В итоге И что сейчас они играют Вот То есть Как бы То есть Есть Некоторые группы У которых мне нравятся Все альбомы У некоторых групп Мне нравится наоборот Первые альбомы Больше чем последние Вот А у Breaking Bad Мне наоборот Первые альбомы Нравятся меньше Чем потом Остальные Вот То есть Я вот так вот Переслушал все альбомы Вот Некоторые Да И То есть Я вот так вот То есть Эта группа Она не относится К моей любимой Потому что Мне не все альбомы Нравятся И я не всегда Люблю их слушать То есть У них такие Специфические песни Под настроение То есть В основном У них Большинство песен У них такие Достаточно грустные То есть То есть Ты их не будешь Слушать в любое время То есть Опять же Эта группа Для настроения То есть Например Любую другую группу Например Там Ну Любые Ну например Моя любимая Там Килл Сит Шенгейдж Там Тревью Или Буллин Фомай Валентайн Или еще какие-нибудь Например Там Ну например Металлик Айрон Мейден Там Да Ты в любое время В любом настроении Абсолютно В любом настроении В любом состоянии Что бы ни было Ты можешь их слушать И тебе будет нравиться Но Брекинг Бенджами Это Специфическая Очень тема Это Душевная Такая Такая Лирическая Такая То есть Ты их не всегда Будешь слушать То есть Нужно Определенное Специальное настроение Для них Не знаю Определенная атмосфера Например Ты их не будешь слушать Когда ты едешь Например в метро Нет Абсолютно Потому что Гром Шум Гром Ты Металлику можешь Например Слушать в метро Да Килл Сит Шенгейдж Там В метро нормально Идет Но Брекинг Бенджами Нет Брекинг Бенджами Ты будешь слушать Именно когда ты один Когда не знаю Там У тебя такое Спокойное настроение Тебе хочется Что-то спокойного Хотя у них есть И агрессивные треки Да Вот Но в основном Ну если я говорю То есть Специфическая такая тема Под определенное настроение Поэтому я их Не очень часто слушаю Не всегда я их слушаю Вот То есть Специфическая такая тема Вот То есть Я их вот Слушал какое-то время Потом я перестал Потом как настроение есть Опять слушаю Потом опять перестаю И То есть 2009 2010 2011 Примерно То есть То есть Первое время Когда я только унесся группой 2009 год был Я их постоянно слушал Я их очень много слушал Потом я как-то перестал их слушать Потом через какое-то время Опять вернулся Потом опять перестал Вот И как раз Вот В 2015 году Вот у них вышел Новый альбом Dark Before Dawn И как раз Он вышел в тот момент Когда я группу Перестал слушать То есть Я их уже не слушал Где-то полгода Или даже больше И вдруг появилась новость То что у них Выходит новый альбом Я обрадовался Потому что Много-много лет У них От них не было Ничего слышно У них там в группе Тоже были определенные проблемы Они судились И Бен Себя плохо чувствовал У него были проблемы Со здоровьем И Он судился Там за Имя группы Отсудил в итоге То есть Очень много было проблем Несколько лет прошло И Он как бы Снова вернулся Как феник из Пепрела Возродился С вот этим альбомом Dark Before Dawn То есть Много времени прошло И я их тоже не слушал Достаточно много времени И когда я узнал Что у них выходит новый альбом Я стал все остальные Переслушивать Потом у них новый альбом Вышел Dark Before Dawn И я просто тоже улетел От него Просто шикарный Тоже альбом Вот То есть Смотрите В 2009 году У них вышел Ди Регони Потом пауза И только в 2015 У них выходит Новый альбом То есть С 2009 до 2015 Очень большая Промежуток Очень большой Вот И Тоже вот С первого впечатления Тоже мне очень сильно Очень Dark Before Dawn Очень классный тоже альбом Вот То есть Ну знаете Вот Ди Регони Фобия Они такие Да Ну вот Вот я не знаю Как это объяснить То есть Dark Before Dawn Он в принципе Продолжение этих альбомов Особенно вот он Как продолжение Ди Регони Тоже прямое продолжение Хотя столько лет уже прошло Да Но тем не менее Вот То есть там этот фирменный саунд Вот И мелодии уже похожие И рифы И тексты Да То есть все такое То есть чисто как продолжение Как бы Ди Регони Часть 2 Можно так сказать Вот Но Dark Before Dawn Он Его уже можно слушать Например на улице Там Например Я его в метро слушал То есть Он Хранит в себе Вот эту вот Лиричность Спокойность Мелодичность Тех альбомов Которые ты не будешь Слушать Да В метро Например То есть То есть как бы То есть он сочетает в себе То есть два в одном Его можно слушать И в спокойном настроении Когда ты спокойно дома сидишь И так же его можно слушать И в метро И на улице То есть как бы Два в одном Понимаете То есть Сочетание То есть например Ди Регони Фобию Их Ну это лично для меня Так Мое восприятие Чисто когда ты один сидишь Там спокойное настроение Вот А Dark Before Dawn Он может слушать как И там И там То есть он такой вот Уникальный такой Ну это лично Для меня Такой Как бы два в одном Вот И давайте я сейчас Пробегусь по альбомам По трек-листу И перечислю И перечислю вам Какие треки Самые любимые Что вообще Самое такое Мне нравится Ну смотрите Вот первый альбом Сатурайт Значит Мне нравится Там Medicate Очень такая тема Прикольная Не знаю Вот мне нравится Слушайте ее тоже Особенно там в метро Там когда куда-то едешь Medicate Shallow Bay И Forever А Home Water Вот Вот я сразу Вам назвал Треки Которые мне нравятся Все остальное Как-то не особо Вот То есть особо Так Особо так Эмоции не вызывает Но этот трек Который Перечислен Medicate Water Home Shallow Bay И Forever Особенно Forever Вот Очень нравится Классная Тема Вот А все остальное Как-то более-менее То есть это Вот первый альбом Ну да Иногда Даже под настроение Когда хочешь Там Не знаю Ну вот Первый альбом Он такой Как бы Ну он По колбасе Хочет Такой Под рок Да Там Попрыгать Там Не знаю Medicate Medicate Тоже И Shallow Bay Я сейчас петь не буду Потому что я ужасно пою Ну тоже Fuck With Там тоже То есть Реально такой альбом По колбасе Под него Вот Ну такой Дальше Следующий альбом We are not alone So cold Шикарно 10 из 10 Просто обожаю Эту песню So cold Follow I follow You You follow Me Кстати тоже Обожаю Очень мне нравится А вот кстати Песня Follow Она вначале Очень похожа На Shallow Bay Там Там Похоже Тоже Такая тема То есть Тоже По колбасе Там Не знаю Ну не знаю Вот реально Такое настроение Тоже По колбасе Там тоже Реально Такая тема Вот А so cold Наоборот Такая мощная Такая Такая Реально Такая Мощная Мощная Реально Такая Тема So cold Обожаю Тема Классная Вот Дальше Forget it Мне нравится Breakdown Away Вот Away Нравится Мне I feel You Cause you On Stop Touching My skin Ну Тоже Он нравится Очень Вот Ну в принципе Вот С We are not alone Тоже Где-то Пол альбома Мне нравится То есть Вот самое Любимое Это So cold Follow Вот Break my fall Не очень Break my fall И forget it Break away Ой Break down И away Вот То есть Тоже Где-то То есть Вот первые Два Альбома Как-то Ну We are not alone Мне как-то У него Больше Звук нравится То есть Мне не все Песни тут Очень прям Так нравится Да Но мне Больше Нравится Звук У него Звучание Такое Чем У первого Альбома Вот То есть Вот Что кстати We are not alone Что еще А ну да Вот Ну Фобия Тут все Начиная с Интро Самый первый Трек До конца Все Просто Ну 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 Назову Самые Такие Реально Самые Дайри Of Jane Bread Evil Angel Until The End Dance With The Devil Here We Are Had Enough You Fight Me То есть Практически Вот Все Ну Весь альбом 10 из 10 Ну Просто Ну Нечего Больше Сказать Просто Все Шикарное Просто Обалденное Ну Дальше Ди Регони Тоже Все Треки Подряд Вот Я сейчас Смотрю По трек Листу Все Ну да Все Все треки Тоже Весь альбом Сначала До конца Все 10 из 10 Вот Новый альбом То же самое То же самое Вот Опять же Интро Dark Пам Пам Второй Треть Четвертый До конца Все треки И Аутро Как бы Ну Заканчивается Альбом Даун То есть На Просто На фобии Они назвали Интро И аутро Вот На новом альбоме Dark Before Down Это та же самая суть То есть Тоже Интро Как бы Вступление Аутро Это типа Завершение Да Но тут Они назвали То есть Сначала Dark Типа Темнота Да Типа Как вот У Бена Были сложные У вокалиста Были сложные Времена В жизни Потом Вот этот альбом А потом Даун Типа Рассвет Типа Тьма Уходит Все плохое Заканчивается И наступает Рассвет Выходит Солнце Какой-нибудь Там на обложке Альбома Да Вот То есть Сначала Идет тьма Вот это Все Вновь Вот эта Сложность Да Потом Это наоборот Рассвет И ты Как бы Ну У меня такая Ассоциация Типа Возрождаешься Как феник Из пекла Как вместе С солнцем Восходишь Восход Лучи солнца Тьма ушла Все плохое Ушло И вот Тоже Весь альбом Тоже Идеальный Просто Суперский Вот Так Ну тут у них Еще выходил Shallow Bay Это в 2011 году Вышла Сборник Песен Но я его Только недавно Послушал Как раз Когда вышел Новый альбом Dark Before Dawn Сейчас в 2015 году Только тогда Я послушал Этот сборник Песен Вот Но тут Есть хорошая Песня Better Days I'm on my way To better days Вот И шикарный Кавер на Депешмод Enjoy the silence Потрясающе Вот Ну это Сборник песен Поэтому тут В принципе Ну тоже Хороший Так Что еще Что еще А Вот Единственная песня Которая мне вообще Не нравится У них Я ее даже Выкинул Она у меня Отдельно Я ее выкинул Короче Я не знаю Не помню даже В каком она Альбоме была Я ее выкинул Короче Отдельно Это Ladybug 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 Я не знаю У меня просто Когда я слушаю Эту песню У меня просто Уши вянут Реально Ужас Не знаю Не нравится мне Совершенно Blow me away Еще классная тема Blow me away Вот Хорошая 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 Да Так Ну вот Я не знаю Я вот Перечислил альбомы По треку Листу пробежались Ну акустика Тоже Вот если вы Любой трек В акустике Очень хорошо звучит So called Diary of Jane Breath Until the End Тоже В акустике Шикарно Вот Ну вот в принципе Вот так получается У меня То есть Получается то что Вот Фобия Ди Регони И вот этот Новый Dark Bifordown Как бы трилогия такая Как бы Альбомы Друг за другом Они очень Как бы Такие Короче Супер Вот Ну все наверное Что еще можно сказать Так что Я вот сейчас Еще вот так вот По песням смотрю Что еще Ну да Просто У меня определенные Ну тоже у меня было Много Ну как у всех У меня было Много неразделенной любви Много раз Когда я влюблялся Меня бросали Вот И в некоторый момент Из этого Я слушал песни Breaking Benjamin Вот То есть Они мне помогали Например Вот я Если вот сейчас Вот к фобии вернуться Да Breath Например Вот Я тоже У меня были сильные Чувства И То есть Ну тоже Вот эта песня У меня Да Ирион Джейн Там Бред Вот У меня Тоже Связано с такими Определенными Моментами В жизни Вот Дирегу Не дал Практически Вот этот Весь альбом Особенно Вот эта песня Вот Тоже была Одна грустная История Когда Ну я его Лично не знал Но мои друзья Мне рассказывали Мои друзья Знали одного парня У которого Девушка погибла То ли в автокатастрофе То ли еще Как-то Песня погибла И он Ей посвятил Вот эту песню То есть Вот он рассказывал То есть Вот эту историю Мне рассказывали Про него И вот эту вот Песню Дирегу Типа Он как бы Ей посвятил То есть Тоже такая Грустная очень История Да То есть Вот И я как бы Себя Представил На месте Этого парня Блин Любимая девушка Погибла Это то же самое Что например Кто-то из родителей Родных близких людей Умер Это очень Очень серьезная ситуация И вот эта песня Дирегу Она тоже очень грустная Такая Вот Очень такая Сильная То есть Тоже можно Как бы Понять Ну то есть Что чувствовал Все-таки Тот Вот Ужасный Ладно Не будем О плохом Вот Ну просто вот С определенными моментами В жизни У меня тоже Ну основном С неразделенной любовью Вот С определенными чувствами Да У меня возник Вот это вот Плюс так же Когда например Тебе там грустно Да То ты слушаешь песню Какую-то Breaking Benjamin И Ну как-то Оно Опять же Вот Видео у нас было Например Да Вот мы с Сергеем Симоновым Записывали Как бороться с депрессией Я говорю Музыка очень хорошо помогает Вот У Breaking Benjamin Вот например Вот взять альбом Например Фобия Леди Регони Если у тебя тоже Плохое настроение Ты включи Там песни Есть грустные Но тем не менее Когда ты их слушаешь То есть как бы Грусть на грусть Накладывается И тебе легче становится Ну это как бы Лично То есть тоже То есть бывает Много раз Когда я грустил Тоже по определенным причинам Я слушал эти песни Мне они помогали Вот То есть Как я говорю Breaking Benjamin У них вот эта тема Вот эта у них Вот очень специфическая Очень уникальная Такое что-то Что не объяснить словами Какая-то особая Такая энергетика Сам Бен Он такой человек У него текста Вот эти Музыка То есть он Сам такой человек Внутри То есть Что-то такое Необычное От него исходит Что-то такое Вот уникальное Такое Вот он как человек Как музыкант Как автор песен Вот И вот это чувствуется Прямо Все песни пропитаны Прямо вот этим вот Уникальная такая Вот энергетика Такая Уникальная Такая душевная Прямо вот душа Прямо вот реально Сделана с душой Вот сейчас Вот видно Что человек с душой Прямо у него душа Прямо вот И песни вот Чувствуется Вот это все В песне Хочется Ну очень классно Очень уникальная Очень хорошая Группа Вот Так что Все я Наверное Все уже рассказал Все Так по порядку Да и По трек-листу Прошлись Вот То есть Много групп существует Играющих подобную музыку Очень много Я еще Когда слушал радио Ультра Еще у меня Когда не было Компьютера Вот Ну ходили Покупали диски С друзьями Потом мы Обменивались Этими дисками Вот Я очень много Разной музыки Переслушал Очень много Огромное количество Потому что я меломан Я очень люблю музыку Я люблю и попсу И металл И тяжелую музыку И легкую Вот Очень много Разной музыки Я очень много Подобного переслушал Как Брекинг Бенджами Я могу сказать То что Брекинг Бенджами Среди всей этой кучи Подобной альтернативы Рока Стоит Это особенная группа Уникальная Особенная Выделяющаяся Своей вот этой энергетикой Душевностью Своей То есть Уникальная тема Вот То есть Ты послушаешь Какую-то другую группу И послушаешь Брекинг Бенджами Ты сразу скажешь О Это Брекинг Бенджами То есть Они не сливаются Они похожи На рок Там на альтернативу Да На которую Многие группы играют Они похожи Но они не сливаются У них есть свой Саунд Плюс Вот эта вот Доброта Душевность Которая исходит От песен И от самого Бена То есть Уникальность Они уникальны Очень Если это Как например Человек Бывают такие люди С которыми Вот ты например С ними рядом находишься Ты с ними разговариваешь У тебя прям настроение Поднимается Ты чувствуешь Что прям От человека Какая-то особая энергетика Исходит Бывает Бывает например Человека Ты с ним просто Общаешься И общаешься И общаешься Человек Как человек То же самое И группы Есть группа Слушаешь Ну группа И группа Хорошие-хорошие Песни Зацепила тебя Зацепила и зацепила Нормально и нормально А Брэкин Бенджмин Что-то вот такое Уникальное У них цепляющее Такое есть Такое вот Классное Вот На этом я закончу Своё видео Я просто так С эмоцией У меня прям эмоции Прут Я хочу прям водички Попить Мне что-то прям Захлестнуло У меня эмоции Вот Так что Вот Я опять же Какие-то Группы у меня Будут выпускать Альбомы Я буду Ну стараться делать Своевременно видео Вот Рассказывать тоже о них Так что вот И на этом я закончу видео Всем пожелаю вам Всего хорошего Не грустите Обязательно Чтобы у вас было Всё хорошо Хорошего настроения Хорошей погоды вам Не только за окном За окном За окном За окном Но и внутри Тоже Как говорится Внутри Тоже Чтобы хорошее Было состояние У вас Вот Всем счастливо И Пока До встречи В следующих видео Субтитры